привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас 12 июня всех поздравляю с праздником желаю всего самого доброго вот наша тепличка она у нас размером 3 на 4 может конечно не слишком большая ну как бы все постарались не посадить вот это наши огурчики которые мы сеяли для раннего урожая можно заметить что от самого низа огурчики везде хорошо так налились некоторых конечно же неровненькие у нас тут то жара то холод такие перепады так вот такие вот вот это апрельский огурец а вот это зазуля уже они доросли практически до самой крыши нужно будет потом их куда-то направлять дальше потому что и апрельского и у зазули огурчики растут на центральной вот этой плети наверно куда-то сюда придется пускать здесь сидит сельдерей немножко остался вот это вот два перца как аду у нее была какая-то болезнь вроде как говорят это оэдема наверное вести такие были с пупырышками вот я их решил так в другое место посадить посмотреть чего с них вообще будет здесь отдельно от всего перца только на как аду вот это была такая болезнь остальных нет нет такой болезни здесь у нас огурчики для более такого позднего урожая здесь вот два это у нас шоша а вот эти вот шесть штучек это у нас огурец кураж здесь тоже несколько перчиков теплица так как жарко на эти перцы немножко приобретает такой цвет пока именно листьев недостаточно затем когда будет перец облиственный уже этого не будет вот это можно заметить перчик начал пушиться активно так томатики этих которые были попозже высажены чудо земли они поменьше другие уже и достаточно стали крепкие томаты цветет и как бы вот здесь вот с краю были томаты вишня вишенка где разных цветов а вон там были томаты красные бусы но почему-то они цветут наоборот как вишенка же цветет как красный бус ведь какая кисть такая мохнатая а вот у красный бус ведь вот такая кисть в общем как-то не знаю какие-то семена странные попадаются здесь уже кое-где завязываются томатики это наши банановые ноги тоже 200 можно заметить что потихонечку продолжают завязываться и дальше у нас идут томаты детерминантные те которые не высокорослые с краешку вот они три солухи тоже они начинают уже набирать цветочной кисти здесь и вот это тут посмотреть какой прям толстенькая томатик такой какой прям мохнатый это у нас любаша тоже вот она зацвела снизу пасынки все убирают старая все-таки снизу чтоб их не было затем конечно через недельку надо будет эти все листочки убрать чтобы хоть как-то маленько была продуваемость какая-то только не распушились так сильно из краю вот здесь у нас идет большая мамочка 3 штуки они тоже такие какие-то пушистенькие но уже тоже цели это тоже пушистенькие эти такие толстенькие стали в общем конечно вот эти томаты не высокорослые они были высажены в одно время с уличными уличные лишь показывать пока не буду у нас то мороз то жара опять пришла в общем тяжело там все растет в теплице все гораздо лучше практически не знаю даже в сто раз лучше чем на улице и дальше у нас пошел перчик тоже начал зацветать хорошо прям так набирает цвет некоторых же висит это у нас белое золото несколько штучек первый будет плоды небольшие они срываются обычно именно для этого свежего употребления а затем уже более позднее они будут нарастать по крупнее вот это вот перчик который такой шоколадного оттенка эти самый маленький уже можно его срывать но уже все готовый это у нас воловья ухо ну как я и говорил из того что перец пока не сильно облистый но эти плоды не такие какие-то как приобретает такой оттенок немножко но ничего страшного для раннего употребления и вот здесь вот они кустики толстого барона тоже перчики вот они ведь они начали завязываться в день там тоже в тушит перчик завязался в общем толстый бароном всегда хорошо завязывает плоды там с краю еще сидит свекла надо будет ее постепенно все вырвать и тогда того перчику тоже будет простор там постараюсь развести простуд этот перец в эту немножко сторону так тот туда наклониться и средний ряд будет тоже ему всем почему всем будет свободно поэтому место конечно мало такой теплицы особенно когда стараешься посадить всего но как бы именно для ранней зелени тоже очень хорошо ведь у нас сменилась сначала росла зелень а сейчас на улице зелень просто вообще все съедают блохи нет не крест салата не капусты мизуна и просто съедают мы не посеяли рано в тепличке в апреле месяце то вообще бы мы ее не поели ту капусту а так она очень вкусная капуста мизуна рекомендую всем и вот этот вот руккола тоже и всю съедают просто напрочь блохи хоть и обрабатывая фитовермом хоть нет все съедают в общем только в теплице ранние посевы а вот здесь вот кустик мангольда сидит когда он был небольшой он был я не скажу что он прям супер вкусный но для салатов очень даже неплохо сейчас конечно ведь он уже перерос надо будет его вырвать не знаю что с ним делать тут помидорка все-таки растет надо будет наверное убрать его в общем такая вот тепличка такие посадки огурчики вот этим огурчиком и всегда им хватит цвета они лучше достаточно такие интенсивно растущие поэтому должны они тоже набрать силу и заполнить вот это пространство и уже вот эти огурчики у нас будут плодоносить до самых поздних сроков до сентября месяца вообще так если все хорошо у нас будет погода опять же таки чем такие вот везде стараются завязаться здесь завязывается эти везде на всей плите идет зависть это у нас из азуля и апрельский огурчики просто уходят на ура замечательно где всем рекомендую этих два софта или гибрида уже не помню в общем такая вот тепличка такие посадки но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч